Наконец-то стартовали зимние игры в корейском Пхёнчхане. 16 дней этот город будет одним из главных источников новостей на планете. И, вероятнее всего, в абсолютном большинстве эти новости будут хорошими, как это обычно и случается с Олимпийскими играми. По сути, уже можно сделать прогноз. Плохая новость будет только одна, для украинцев. Когда у нас вечер, то есть главные часы для телесмотрения, все ключевые события на Олимпиаде уже будут заканчиваться. Просто из-за разницы во времени. Вот так и сегодня. Церемония открытия Олимпиады состоялась еще днем по киевскому времени. Какой она была? А давайте посмотрим. Тысячи зрителей на стадионе в Пхёнчхане и миллионы у экранов телевизоров по всему миру. Сегодня одни стартовали зимние Олимпийские игры. Все началось с колокольного звона, сразу за ним на арене то и дело начали появляться символы корейской мифологии, а артисты образовали живой флаг Южной Кореи. Дальше настоящая феерия. Симбиоз корейских традиций и технологий дополненной реальности. Небо над Олимпийским стадионом разрезают мощные прожекторы, а на самой арене созвездия, символизирующие корейские регионы. К слову, корейцы очень гостеприимны. Отношение к зрителям теплое, даже в буквальном смысле. Сейчас в Пхёнчхане минусовая температура, поэтому всем присутствующим раздали шапки и грелки для рук. После шоу и национального гимна Южной Кореи на арену выходит первая делегация, по давней традиции греческая. А вот и украинские спортсмены. Знамя несёт олимпийская чемпионка и капитан женской сборной по биатлону Елена Петгрушная. В этом году делегация от Украины рекордно маленькая, всего 33 спортсмена. Выступят они в девяти видах спорта, но все надеются на победы. А по прогнозам украинцы могут рассчитывать на два серебра и бронзу. Всего же сейчас в Южной Корее почти 3000 спортсменов из 92 стран. Есть в этом году и новички. Впервые в истории зимней Олимпиады в ней участвуют сборные Сингапура, Эквадора, Малайзии, Косово, Нигерии и Эритреи. Продлится ключевое спортивное событие года до 25 февраля. За это время будет разыграно 102 комплекта медалей. Ещё до официального открытия на Олимпиаде дебютировала и первая украинка, фристайлистка Татьяна Петрова. Выступила в квалификационном раунде в дисциплине «Могул». Финал сразу не прошла, показала предпоследний результат. Однако пообещала выложиться по полной на следующем этапе 11 февраля. В тот же день разыграют и медали. А уже завтра на Олимпийскую трассу выйдут наши биатлонисты. Трансляции соревнований для Украины обеспечивает Юэй Першей – общественное телевидение.